Ночи добрые, на связи Амкабаски. Сегодня я расскажу вам о том, какие секретные материалы в игре Penumbra Black Plague существуют, как их получить, ну и даже, конечно же, мы их с вами посмотрим. Вообще, разработчики Frictional Games молодцы тем, что делают в своих играх, в том числе и в серии Penumbra, много пасхалочек, отсылочек и даже секретных вещей, которые могут получить игроки в качестве награждения за свой внимательность, за свой активный игровой труд. Не без исключения стала игра, вторая Penumbra в серии, Penumbra Black Plague. И вы можете найти аж целых два места, которые требуют от вас секретный пароль. Первое, это файл Shamp.exe на компьютере Amabel Swanson. И второе, в папке с игрой находится специальный архив, который называется SuperSecret, и он запаролен. Для того, чтобы открыть тот файл, вам потребуется пароль. Пароль добыть можно и просто, и сложно одновременно. Во время прохождения игры, если вы играли в Penumbra 2, наверное, тогда по этому вы смотрите это, или посмотрели. Вообще, сразу хочу вам напомнить, что у нас на старом добром Кассиротиновом канале есть полное прохождение первой Penumbra Overture на максимальной сложности и Penumbra Black Plague на максимальной сложности. А после этого видео я приступлю к прохождению Penumbra Requiem тоже на максимальной сложности. Она у нас будет тоже на канале пройдена. Поэтому я вам крайне рекомендую ознакомиться с видео прохождением этих игр. Может быть, сами не играли, а даже если играли, все-таки интересно посмотреть, как кто-то играется, там рассказывает, комментирует, что-то новенькое показывает. Более того, там даже в Penumbra Black Plague прохождение будет показано, где находятся нужные вещи. Так вот, ссылки на плейлисты есть в описании, а также эти игры есть во вкладке Культовые игры на главной странице канала, если челкнуть по надписи Культовые игры. Так вот, если вы внимательно играли или смотрели прохождение Penumbra Black Plague, то вы, скорее всего, находили или видели записочку, в которой описываются артефакты. 27 артефактов с сохранениями и 10 артефактов, представляющих интерес для нишек касты, как коллекционный предмет. И вот эти, собственно говоря, коллекционные предметы в игре и встречаются. Всего их 10 штук, и вам надо для того, чтобы полностью открыть этот секретный сборник материалов, назовем это так, собрать все 10 этих статуэток. Это статуэтки в форме такого мужчины или чего-то непонятного в позе лотоса, я бы это так назвал. И они разбросаны по всей локации, всем локациям игры, и вам надо их будет все найти, постараться собрать. Если же вы были внимательны, то вы найдете все 10, если же вы к концу игры нашли меньшее число или даже не нашли их, то вы были невнимательны или не очень внимательны. Кстати говоря, в прохождении у нас на канале Penumbra Black Plague вы можете найти и посмотреть, где все 10 штук находятся, потому что все они были собраны. Так вот, вам надо их собрать, все 10 штук, и завершить прохождение игры. При этом на получение этого секретного файла не влияют такие вещи, как число найденных записок, время прохождения и уровень сложности. То есть это можно делать на абсолютно, как бы так сказать, простом пробеге, прохождении, чтобы чисто просто пособирать эти статуэточки. В таком случае, когда вы игру пройдете, не спешите проматывать титры, в самом низу титров, когда будет экран статистики, вам напишут пароль. Пароль будет такой, XOR451, он есть в описании под этим видео. И вы сможете с помощью него открыть следующие файлы. Первое, это что надо сделать, когда вот у вас вы его получили, а надо зайти в свойства игры, локальные файлы и посмотреть локальные файлы. Тут в папке с игрой у вас будет папка Redist, и если вы пролистаете вниз, будет файл supersecret.exe. Этот файл весит 65 мегабайт, ну с половиной даже можно сказать, и он у вас попросит ввести пароль. И пароль у вас будет как раз таки XOR451. Вы его вводите, и у вас появляется возможность его разархивировать. Но я его не буду разархивировать, потому что я уже предварительно перед записью видео его разархивировал. После разархивирования у вас будет следующий материал. И давайте-ка его посмотрим, что тут нам предлагают разработчики. Первое, это набор обоев для рабочего стола в двух разрешениях. В обычном разрешении, где есть разрешение 1280х1024 и 1600х1200. И также для широкоэкранников разрешение 1680х1050 и 1920х1200. К сожалению, моего разрешения и самого популярного разрешения 1920х1080 мы с вами здесь не найдем. Но давайте посмотрим на эти картиночки, интересно же. Первое изображает у нас сцену из самого начала игры, из первой части. Когда мы были вынуждены сжечь рыжего в мусоросжигателе. Вот тут мы можем видеть, как он мучается, корчится, горит. Это первое изображение. Второе изображение из обоев здесь отсылает нас к концу тоже. Пенумбр Оверчур. Здесь мы видим, как главного героя, после того, как его оглушили, ударили, его кто-то потащил. Кто это, что это, непонятно. Вот это вот организация древних, скорее всего. Тут мы видим изображение на улице. Вообще, непонятно, ну, в Гриландии, понятно дело, непонятно, какой это именно эпизод. То ли когда мы на улице во второй части бегали, либо, может быть, это еще до всех этих приключений. Просто красивый, приятный вид. И тут мы видим, конечно же, рыжего, собственной персоной, с какой-то собачкой, которых там было много в первой части, а во второй они тоже встречались. И вот он ест мясо, наверное, мясо крыс. Он очень сильно их любил, если вы помните. И здесь мы видим самое начало первой части, как главный герой, Филипп Лафреск, находит люк в это место, на свою голову. Может быть, даже лучше бы для него было, чтобы он замерз. И спускается вниз, конечно же. Вот все материалы. Они тут представлены в этих четырех разрешениях. Есть интересный файл под названием Behind the Scenes, который переводится как За сценой. Тут разработчики наглядно демонстрируют систему захвата движений, как они записывали движения для инфицированных вирусом Турунгайд. Давайте это посмотрим. Файл исходный, если мы откроем свойства, то мы увидим, что разрешение 320 на 1040, не самое лучшее. Я его не буду растягивать на весь экран, чтобы, как вы могли догадаться, не было все квадратиками покрытое. Я умолкаю. Томас Грибса, основатель для Аглиутского царства. Томас Грибса Томас Грибса Томас Грибса Субтитры создавал DimaTorzok После некоторой работы это вылетело так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь он находил шприц Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сильная вещь, скажем так Можно выразиться Тут у нас Severs Канализация изнутри Со всеми проходами Это концепт-арт зарисовки Здесь мы должны были выстраивать дорожку из ящичков Тут у нас Комната DimaTorzok Которая мы попадали Когда выходили из вентиляции В туалете Тут у нас Коридоры резиденции Тут у нас Такие места как 2.11, 2.8, 2.13 Это библиотека, например, я помню И так далее Компьютерная комната Где у нас суперкомпьютер был Со всеми зарисовочками Это хранилище, склад Со всеми вот этими вот Лазерами, переходами Это машинное отделение Где мы мучились Ну и особо мы и мучились Это лазарет Это Mental Realm Так Это у нас Bright Light Valve Dark Void Пар А, когда мы ходили этому Да-да-да По пару, помните Это библиотека Секретной комнатой Dark Planet Desk Это пещера Когда мы шли наверх Подниматься А это уже со стороны Пещера с другого вида Тут со стороны мы видим Как мы поднимались под этим лесом Наверх надо было пройти Это зарисовка Как можно, например, было бы сделать Через эту штучку Перепрыгнуть Например, с помощью коробок Это Снаружи Улица Это снаружи, где Дверь была примершая Это Когда мы уже внутрь Вошли С этими вот этими длинными Замысловатыми коридорами Где Находились там Псарня была Так называемый Питомник по-другому Где Ислежский центр со Свонсом был И все остальное Это у нас Тоже одна из локаций Мы здесь видим Это Это Питомник Да, я узнаю его Я просто смотрю не на надпись Хотя на надпись, понятно, что написано Питомник Я смотрю на эту Пытаюсь опознать Это Комната исследований Она была Амабайлс Вансон Это Концепт Чего именно Одно из комнат может быть Да Дальше Это Химическая лаборатория Как она выглядит Слишком уже замысловато И согласитесь Когда тут камеры и прочие Все эти ловушечки Это Тоже один из концептов Мозаика трубы Здесь Тут описывается Процедура Как мы должны были трубу Раздолбать И прифигачить новую Чтобы пройти дальше Отключить Газ Пазл Из роботов Это когда надо было доставать Вот этот Минеральчик И вытаскивать его Это Очередная Зарисовка Этой Конструкции Это Examination Room У нас Это Это не я выделял Это так и есть Заблокировано Пройдена Машина Это Где мы делали Сыворотку Вроде как Да Да Но Это Это Hive Mind Высший разум Как они тут назвали Hive Ну в общем Мир Турнгайд Тут с этими С точечками Зарисовками Пометками Сего виды Третий вид Тоже одно из зарисовочек Это скетчи с ним Как камни выглядели Блоки Рука Сканер Переход между уровнями Вот эти Комнатки Которые открывались Закрывались И Антидот Вот эта машина с антидотом Которую мы Делали себе вакцину Чтобы избавиться от Кевина Или правильнее назвать Клоренс Английский манер Английский манер Переход между уровнями Причлево А Это когда мост мы передвигали На улице Это Собачьи дома Это электрический щиток Это У нас Лицо инфицированного Это Похоже у нас На освещение В питомнике Это оно и есть Это коробка Которую мы к сожалению Убили Амабель Свонсона У нас не было выбора Это Металлический мост Который на улице Находится Это Та клешня Которую мы Подцепляли Кристалл Тут у нас Трубы Переходник трубы Включение питания Переключение Экстренная дверь Если так дословно переводить Ну Экстренная эвакуация Например Это у нас Странная субстанция Вот это самое вещество Которое мы добавляли В вакцину Комната Охранная Контейнер для субстанции Пустой С субстанцией А также здесь Емкость со странными контейнерами Червяки Мозги И фетусы И Колесо Которым мы Убили По моему Амабель Да Вот так вот закручивали Кидали Очередная зарисовочка Инфицированного В полный рост И все Все материалы Но это еще Как говорится Не все В самой игре Вы можете Поиграть довольно интересную игру Давайте запустим Я все это промотаю Если вы после этого Пойдете в кабинет Амабель Суонсон И подойдете К ее компьютеру То Вы сможете Введя этот Пароль Сыграть Интересную игрушечку У нас в прохождении Это кстати было показано Вот она Эта игра Файл тут Называется Shamp.exe Нам надо ввести пароль Ксор 451 Ок И у нас открывается Такая довольно интересная Игра с этой игрой Тут Отсылка на разработчику Потому что Название игры пишется Frictional Games А тут Fractional Games То есть Звучит по сути дела Так же напишется по разному Тут нас отсылают На Фриков И все такое А название игры Shamp Это отсылка на жанр игры Shoot and Up Которые были Спространены на Dendy На Sega Ну в 90 в основном На автоматах Которые Делались отдельно И тут мы можем поиграть Вот у нас написано High score 10000 И у нас там 10200 был Во время прохождения Максимум Просто Чуть-чуть пострелялись Посмотрели И я Забил это Тут у нас разное оружие Вот нормальный Выстрел с такой точкой Разбрасывающиеся орудия То есть Разные Образаются На 2-3 огня И лазерная пушка И вот мы управляем И вот мы управляем мышкой Тут Противники Утлоны Стреляем Левых На Уничтожаем 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 Противников Они тоже стреляют Каждая Каждая Уничтожаем И вот эти Довольно Уникальные Материалы На этом у меня Собственно говоря Все Проходите Или пересматривайте Игру И получайте Истинное Исследовательское Удовольствие На связи План Кабацкий Мы заканчиваем Всем спасибо за внимание Увидимся с вами в следующих видео Наше с вами о старом добром Консеративном канале Всем пока